Приветствую дорогие подписчики и гости канала GoodBoy! В этом видео я не буду проходить уровни игры Крокодичьих Слонпи 2, потому что они уже все пройдены и их прохождение вы можете найти у меня на канале. Но в этом видео я бы хотел рассмотреть всех призовых удочек, которых мы получили, практически всех. Раньше они все были черненькими силуэтами, но теперь мы все их открыли, пройдя всю игру, и вот давайте их рассмотрим. Самый первый был Утя, лучший друг Слонпи, вдохновляющий его на подвиги. Майор Утка получил пурпурное сердце за спасение друзей из потока фиолетовой воды. Я обычно думал, что фиолетовая вода это как бы кислота, но нет, не обязательно. Хипстер Возможно, вы о нем не слышали, он сторонится популярных течений. Дива Это еще цветочки. Утенок-пилот Его считали пропавшим в море, но нашли под диваном крэнкниг. Ага. Утка-спасатель. Она спасает тех уток, что не умеют плавать. Неужели такие бывают? Утка-единорог. В стране улыбок и солнца, называемой Клакландией, есть и своя королева. Утенок-акула. Ой-ой-ой, это же акула. Фух, ложная тревога, это просто уточка. Утенок-гладиатор. Идущий в ванную приветствует тебя, Сезарь. Это отсылка на фразу «Идущий на смерть приветствует тебя, Сезарь, если что». Утенок-динозавр. Рррррр. Так. Утенок-аллигатор. Вам это кажется смешным? Видели бы вы свомпи в его купальном костюмчике? Утенок-клак. В бутсах ему было бы гораздо удобнее играть в футбол. Маскорадный утенок. Маски добавляют таинственности любой вечеринки. Утенок-путешественник. Надо же, тут не уместился весь текст в поле. Но думаю, можно понять, что тут написано. Он очень любит рисовать картой. Когда-нибудь он наберется храбрости и отправится в путешествие. Поющий утенок. Слушайте, как поет утенок. Утка-конструктор. А кто, по-вашему, придумывает все эти запутанные головоломки? Вот он кто. Снежный утенок. В таком головном уборе я прямо как живой. То ли утка. Это утка-русалка. То ли утка, то ли рыба. В любом случае она точно отлично плавает. Ну, видимо, даже под водой. Утенок-пират. Искать сокровища в грязи очень трудно. Утенок-курточки. Такой наряд был бы очень удобен, если добавить штаны. Утенок-щеголь. Тяжело быть шеголом. Обитая в канализации, он настолько хорош. Утенок-шут. Король утена значил его правдорубом. Удачно пошутил. Кавантюрист. Крокодил учить что? Сразу крокодилы. Сэр-утенок. Современные утки, в отличие от него. Нет феодальное право. А он, видимо, признает. Утенок-детектив. Элементарно утятсан. Уточка-фаминго. Розовый цвет дала ей краска для волос, найденная в канализации. А я думал, у нее просто такой костюм. Утенок-космонавт. Слон пишет этот костюм. Осталось только выяснить, где находится луна. Гавайская утка. Как и алоха, кряка значит, и пока, и все остальное. Утенок-марафонец. В правилах участия в марафонах ничего не говорится о том, чтобы не быть уткой. Пенная уточка. Ее хобби лопать пузырей. Душа-утка. Такой утенок может быть доволен только в душе. И, наконец, супер-утенок. Укушенный радиоактивным комиксом, он защищает канализацию от зла. Вот какие тут призовые утки есть в игре. Ну и давайте еще посмотрим на некоторые сокровища, которые мы нашли по ходу игры. И на некоторые анимации. Например, вот. Видите, если нажать на этого сломпи здесь, он будет со своей уточкой играться. А вот и первое сокровище. Гнорберт. Гнорберт наполнит жилища сломпи уютом. Идем дальше. Вот она, Элли. Никак особо не реагирует. Второе сокровище. Фламинго Бинго. Фламинго Элли говорит, что видел в канализации человека, но ей никто не верит. Да уж, пройдя всю игру, даже две игры, я не видел ни одного человека. Я видел уток, я видел крокодилов, но людей нет. Потому что... Идем дальше. Вот, это я на него коснулся, и это он так реагирует. Ищем новые сокровища. Вот оно. Дональд Де Мила. Элли искала новые способы творческого самовыражения. Видимо, решила скульптурой себя побаловать. Фаянсовый друг. Свомпе нравится это кресло. На него можно залезть с хвостом. А еще оно мягкое. Ну да, еще дырка в нем. Он и здесь моется. Что-то его рассмешило очень. Домик для Крэбби. Свомпе хотел поселить тут Крэбби, но тот не любит двери в горошек. Буги-борд. Кулинарная рубрика Крэнки. Приясный хруст. Средство переговоров марки за стеклом. Элли собирает новый инструмент, но предпочла бы тот, для которого не нужно ничего разбивать. Понятно. Идем дальше. Шляпа с пером. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, иногда Свомпе напоминает эту странную песню. Розовый трюфель. Из кулинарного обзора Крэкки. Сперва ничего особенного, но потом проявляется весь вкус. Стук-щелк. Из этого вышел бы неплохой барабан. А еще и часть пониже. Неужели ему темно тут? Лампу зачем-то вытянул. Ледовый фестиваль. Кулинарный отзыв Крэнки. Холодная и хрустящая снаружи, легкая и воздушная внутри. Ощущение скорости. Это на санках так весело мчишься, как ветер. Главное ни во что не врезаться. Снежный теннис. Свомпе и не думал, что теннисные ракетки могут оставлять на снегу следы. Как же иначе? Почему бы с теннисным ракеткам не оставлять следы? Да? Отличный нож. Незаменим на кухне. Крэнки смог даже банку им разрезать. Отличные пуговицы. Было бы чему их пришить. да и как ну, наверное, он может проделать гениальная мысль свет камера мотор света музыка королевская шляпа сломби боится девать ее после слугает стокольчик элли никогда ранее не видела музыкальную шляпу свомпина страшная курица кулинарный отзыв кренки так кулинарный отзыв да Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...